Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите сегодня. Новая концепция развития агропромышленного комплекса. Какие новшества ждут отрасли, обсудили североказахстанские фермеры со столичными коллегами. Вышли на свободу и взялись за старое. В Петропавловске задержали двоих мужчин, которых подозревают в серии грабежей. Национальной валюте 23 года. В день рождения Тенге поздравления принимали финансисты региона. Сегодня, 15 ноября, день финансиста и национальной валюты Казахстана. 23 года назад в нашей стране появилась Тенге. В честь профессионального праздника специалисты отрасли принимали поздравления. Также им презентовали новую 10-тысячную банкноту, на которой изображен президент Казахстана Нурсултан Азербайев. Кристина Горбаченко расскажет подробнее. В этом зале поздравления принимают работники финансовой сферы. 15 ноября 1993 года в стране появился Тенге. Первая партия банкнот казахстанской валюты была отпечатана в Великобритании, а монеты чеканились в Германии. Через два года в стране открылась банкнотная фабрика. Валюта Казахстана за годы независимости пережила очень многое. И изменение дизайна, и несколько волн девальвации, и инфляцию. Наша экономика демонстрирует рост. Краткосрочный экономический индикатор за январь-октябрь составил 102%. Североказахстанская область также поддерживает положительную динамику основных наших макроэкономических показателей. Отрадно отметить, что большую позитивную роль банков в развитии предпринимательского сектора. Банки активно участвуют в реализации нашей программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Объем кредитов, выданных за этот период, возрос в один и три раза по сравнению с прошлым годом. Кульзиат Астанбекова, 25-й год, работает главным бухгалтером филиалий Нацбанка. За добросовестный труд в честь праздника она получает почетную грамоту Акима области. Помнит, какими были первые банкноты и чем они отличались от нынешних. Когда в стране был обмен рублей на тенге, я работала в Нацбанке. Первые банкноты были не очень красивого дизайна, но для нас это была радость. Появилась национальная валюта. На купюрах раньше были изображены Аблайхан, Альфараби. Сейчас банкноты казахстанской валюты очень красивые. Они соответствуют мировым стандартам и имеют высокую степень безопасности. Работники отрасли принимают поздравления и от имени главы города Марата Тасмаганбетова. Благодарственное письмо получила Айгуль Дарбаева. В сфере финансов работает 10 лет. Последние 8 – бухгалтер филиала «Эксимбанк Казахстан». Работа моя очень интересная, связанная с населением, в первую очередь с клиентами. В первую очередь, на что направлена наша работа, это, естественно, на привлечение клиентов, на открытие счетов, на обслуживание. Я хочу пожелать, чтобы наша валюта укреплялась из года в год, чтобы в нашей стране был мир, согласие, благополучие, всем финансовой независимости. Награды в честь профессионального праздника получили 19 финансистов. Новостью в этот день для всех казахстанцев стала презентация 10-тысячной купюры. На памятной банкноте изображен глава государства. В обращении она выйдет к 1 декабрю ограниченным тиражом. Всего 100 тысяч экземпляров. Кристина Горбаченко, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. Итоги года подвели фермеры Есильского и Кызылжарского районов. Как сегодня развивается животноводство и с какими проблемами сталкиваются субъекты агропромышленного комплекса Северного Казахстана? Подробности далее. Осенью фермеры традиционно подводят итоги. Этот год выдался богатым на реформы и изменения. Свои интересы пришлось отстаивать по некоторым спорным и резонансным законам. Самый яркий пример – новый земельный кодекс. До конца года президент страны наложил на него мораторий. Еще один важный вопрос для каждого фермера – пастбища. На сходах выявилось, что по окраину деревни посеяно зерновыми. Сход приходилось выгонять за 10-20 километров. И в итоге сейчас принято решение, сейчас уже сельские акимы изымают вот эти вот пастбища, вот эти земли. Агропромышленный комплекс, а именно животноводство – приоритетная отрасль развития. Субсидии, кредиты сельхозтоваропроизводителям государства оказывают колоссальную помощь, отмечает Ергали Габдулин. Его товариществу уже 10 лет занимался в основном растеневодством. Чтобы обеспечить свой персонал круглогодичной работой, несколько лет назад взял заем через фонд поддержки сельского хозяйства и купил крупнорогатый скот по программе «Рыс». У нас прошел первый отел. Сегодня мы молоко сдаем в город на молочный завод. И люди у нас занимаются и в зимний период. Вопрос, чем ли занять, у нас на сегодня решено. Когда есть такая поддержка со стороны государства, думаю, трескоправданная. Мы на сегодня получили все виды субсидий, которые нам полагались. Это и на приобретение племенных телок, это и на субсидирование инвест-вложений, и на корма. Начинающим фермерам государство сейчас уделяет особое внимание. Именно субъекты малого бизнеса в агропромышленном комплексе должны чувствовать себя уверенно и не бояться расширяться и развиваться, говорят столичные коллеги. Для этого в профильном министерстве разработали новую концепцию. Сейчас крен идет в сторону поддержки все-таки в первую очередь малых хозяйств, будь то крестьянские, фермерские хозяйства или малые ТОО. Потому что, как обычно, действенная помощь, те ресурсы, которые были предназначены, они не доходили. Эту встречу организовали, чтобы обсудить и планы на ближайшую зиму. Наличие кормов, снегоуборочной техники, рабочие места. Эти вопросы нужно решать уже сейчас, чтобы холодное время года пережить без ЧП. Отмечу, такие встречи фермеров пройдут во всех регионах страны. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Итоги и задачи на перспективу. В Петропавловске прошла отчетно-выборная конференция городского филиала партии «Нуратан». На встрече рассмотрели три вопроса. Репортаж Кристины Горбаченко. Перед тем, как начать отчет о проделанной работе за последний год, «Нуратановцы» избрали секретариат, мандатную и счетную комиссии. Также партийцы утвердили повестку и регламент конференции. На нее пригласили 270 делегатов. О работе городского филиала партии «Нуратан» докладывает его председатель Аким Петропавловска. Марат Асмагомбетов отмечает, члены партии активно выполняют политику и программы президента по развитию страны и задачи, поставленные центральным аппаратом «Нуратана». В рамках реализации платформы в нашем городе достигнуты определенные результаты. Объем производства промышленной и продукции составил 87,9 миллиарда тенге, что обеспечивает 66,8% всего объема области. В текущем году в карту индустриализации вошло 9 инвестпроектов на общую сумму 5,4 миллиарда тенге с созданием более 350 новых рабочих мест. В этом году в партию вступили свыше тысячи петропавловцев. Создано 20 новых первичек на базе банков и производственных предприятий. В общественную приемную поступило 559 обращений от жителей областного центра. Многие из них решены положительно. В городском филиале партии реализуют 9 проектов. В основном они социальные. Нуратановцы помогают малоимущим, пожилым и детям-сиротам. Рассказали о своей работе и члены депутатской фракции партии «Нуратан» в городском Маслихате. К ним поступило 200 обращений. Многие из них при поддержке исполнительных органов выполнены. Остальные находятся на постоянном контроле и мониторинге депутатской фракции партии «Нуратан». В 2015 году проведено 6 заседаний депутатских фракций, на которых рассмотрено 16 вопросов. В 2016 году состоялось 3 заседания фракции, рассмотрено 12 вопросов. О своей работе говорили и председатели первичных партийных организаций. После делегата избрали политический совет филиала партии. В него вошли 29 человек. Также участники встречи утвердили состав делегации на 24-ю отчетно-выборную конференцию североказахстанского областного филиала партии «Нуратан». 24 ноября в ней примут участие 60 представителей городской парторганизации. В завершении за активную партийную деятельность и в честь 25-летия независимости страны руководителям первичек вручили благодарственные письма. Еще четверо горожан в торжественной обстановке получили партийные билеты. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК. Даже недорогой смартфон не спасет от нападения ночных грабителей. В районе вокзала двое мужчин охотились на случайных прохожих, избивали и отбирали мобильные телефоны. По горячим следам полицейские задержали молодых людей, которые признались в четырех подобных преступлениях, Что грозит любителям чужих гаджетов, узнаете из материала пресс-службы областного департамента внутренних дел. В течение недели в полицию поступило сразу несколько заявлений от жителей Петропавловска о фактах уличных грабежей. В сценарии преступления и места их совершения были похожи. В районе вокзала после полуночи к одиноким прохожим подбегали двое парней. Они силой отбирали смартфоны не только у женщин, но и у мужчин. Видимо, не боялись получить отпор, действовали внезапно. По подозрению в грабеже задержаны жители Петропавловска и Акмолинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признаку уголовного повышения предусмотрено статьей 191, часть 2, пункта 1, 2, 3. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет. В ходе допроса подозреваемые рассказали о четырех грабежах. Телефоны, а среди них не было дорогих гаджетов, сбывали по собственным каналам. На центральном рынке посредники покупали их за 5-10 тысяч тенге. Полицейские быстро вышли на молодых людей. Изучали записи с камер наружного видеонаблюдения, опрашивали жильцов ближайших домов. Грабителей задержали по горячим следам. Данные, подозреваемые ранее судимы за совершение аналогичных преступлений, состоят на учете областного наркологического диспансерия диагнозом наркомана. По данным полицейских, полученные деньги мужчины тратили на запрещенные препараты. Из-за своей губительной страсти, которая и толкнула на преступление, ближайшие несколько лет они проведут за колючей проволокой. Кстати, из мест лишения свободы их освободили этим летом. Ольга Файзулина, Пресс-Служба областного департамента внутренних дел. Порядка 500 нарушений природоохранного законодательства. Это результаты акции «Браконьер». Она проходила на территории регионов два этапа. Последний завершился 10 ноября. Стражи порядка отмечают, чаще всего североказахстанцы попадаются при нарушении правил охоты. Какие еще преступления зарегистрировали полицейские, узнаете далее. Так добывают цист Артемии Салины. Это видео сделали на озере Калибек в Таиншинском районе. Ракообразных без разрешения вылавливать здесь нельзя, как и на многих других водоемах региона. Однако этот запрет останавливает не всех. Ведь обитателей Соленых озер можно выгодно продать на Черном рынке. Недавно факт браконьерства зарегистрировали полицейские. Один из фактов в Алиханском районе, в селе Тлеусайе, было обнаружено и изъято 9 мешков пескообразного вещества коричневого цвета, похожего на Артемии Салина. Здесь сельчанин пояснил, что данные мешки он собрал на озере Тике. Каких-либо документов на сбор и хранение не было. То, что это Артемий, подтвердили в лаборатории. По факту незаконной добычи начато досудебное расследование. 75 суток ареста или штраф до 600 тысяч тенге. Такое наказание грозит предприимчивому сельчанину за браконьерство. К слову, за два последних месяца стражи порядка зарегистрировали еще 80 фактов нарушений правил рыболовства или незаконной добычи водных обитателей. Рейды проводились в рамках республиканской акции. На территории Северкостанской области с 19 по 28 сентября и с 1 по 10 ноября 2016 года проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За период проведения мероприятия было выявлено нарушение 475 правонарушений. Из них, которое стало больше незаконной охоту, 340. Чаще всего приступали к черту закона Жумабаевцы – 47 фактов. 44 правонарушения зарегистрировали в Мамлюцком районе, 40 в Козложарском, 39 в Есильском и районе Шалакына. Всего полицейские завели 16 уголовных дел, 7 административных материалов переданы в суд. К ответственности привлекли более 452 нарушителей. Выписано штрафов на сумму, превышающую 1 миллион 300 тысяч тенге. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Жилой комплекс «Трио» – это прорыв в облике нашего города. Впервые в Петропавловске три 18-этажных дома в культурном эпицентре. «Трио» – это то, о чем вы даже не могли мечтать, но каждый из вас этого желал. Самый большой подземный паркинг, свободные индивидуальные планировки ваших квартир, закрытый двор и продуманная до мелочей детская площадка. «Трио» – это ваш новый уровень жизни. Квартиры от 165 тысяч тенге за квадратный метр и рассрочка до конца строительства. Жилой комплекс «Трио». Будущее начинается сегодня. «Газградстрой». Внимание, внимание! Шок цена в низкоцене. Чай «Шах». 90 граммов 135 тенге. Предложение действительно только в низкоцене. На Болотваева «Трига». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Граждан» рассказали о том, какая работа проводится по совершенствованию оказания госуслуг. На брифинге филиале службы центральных коммуникаций побывала Ольга Файзулина. Правительство для граждан – это единая корпорация по оказанию госуслуг. Она основана в этом году после реорганизации четырех центров, обслуживания населения, земельного кадастра и недвижимости по выплате пенсий. На брифинге специалисты рассказали об итогах работы областных департаментов и о том, что сделано для улучшения оказания услуг. Некоторые услуги были 15 дней, на сегодняшний день сокращены до 6 дней. Это уже в практике оно работает. У нас просрочек нет, вполне справляемся. Первые центры обслуживания населения появились в Казахстане в 2007 году. Они позволили исключить бюрократию и административные барьеры. По принципу одного окна казахстанцы получают более 200 услуг. По инициативе президента с 2012 в стране начали открывать спецсоны. Спустя два года один из них появился и в Петропавловске. В 2016-м там выдали автовладельцам более 43 тысяч документов. По регистрации и перерегистрации автотранспортных средств. На сегодняшний день оказано 26 303 услуги, выданного водительским удостоверением 12 988. С 20 октября 2014 года производится продажа государственных регистрационных номеров, номерных знаков повышенного спроса. С его момента реализации выдано 100 номеров на сумму более 34 миллиона 691 тысяч тенге. Общее количество реализованных границ за 10 месяцев этого года ставило 32 номера на сумму более 11 миллионов тенге. Госуслуги должны быть доступны каждому казахстанцу, считают в ЦОНИ. А потому еженедельно для своих специалистов там проводят уроки жестовой речи. Кроме того, к людям с особыми потребностями сотрудники ЦОНИ выезжают на дом. Для сельчан, живущих в отдаленных населенных пунктах, работают мобильные центры обслуживания населения. В этом году они совершили около 600 выездов, оказали более 31,5 тысяч услуг. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. Около 39 тысяч производств на общую сумму более 57 миллиардов тенге. Такой объем работы проделали государственные судебные исполнители за 10 месяцев текущего года. Об итогах своей деятельности на брифинге рассказали в Департаменте юстиции. Подробнее в материале Алины Бржановой. В этом году на исполнении судебных приставов находилось порядка 38 тысяч производств на сумму более 57 миллиардов тенге. Две трети из них получили свое решение. На сегодняшний день у нас остаток производств осталось 11 099 документов на сумму 18,4 миллиарда тенге. Взыскание по алиментам. На сегодняшний день остаток остался у нас 4625 производств. По области из них, которых 624 проблемных производства. К задолжникам по алиментам применены разные методы воздействия. К административной ответственности привлекли более 150 человек. 470 семьи неплательщикам запрещено выезжать за пределы страны. В октябре в Кызылжарском районе запустили пилотный проект «30 шагов против неоплаты алиментов». По данным судебных исполнителей, более 460 сельчан ежемесячно забывают о своих обязанностях перед детьми. В рамках данной акции удалось решить ряд проблем с задолжниками. Трудоустроено 25 должников по алиментам. Мерами розыску установлено местонахождение трех должников. Санкционирован запрет на выезд в отношении двух должников. Девять должников привлечены к административной ответственности. После завершения экспериментального этапа проект запустят по всему региону. Также ведомстве решают задачи в рамках реформирования судебной системы. В этом году количество государственных приставов в регионе сократилось на 30%. Настолько же планируют уменьшить их число и в 2017. В государственном сегменте останутся только 40% судебных исполнителей. Алина Боржанова, Желдозбекер Муганов, Новости МТРК. Суициды среди школьников. Сегодня эта проблема актуальна во всем мире. Одним из эффективных методов психиатры называют профилактику. В Казахстане даже разработали специальную программу превенции. Как ее реализуют, смотрите далее. Терапевты и врачи общей практики этих специалистов сегодня собрали не случайно. Для них проходит семинар. Как распознать человека в кризисной ситуации и увидеть деструктивные наклонности. Медики должны быть внимательнее не только к жалобам на физическое состояние, но и к душевным переживаниям пациента. Такая профилактика суицида в первую очередь направлена на работу с детьми. Чаще всего это у подростков связано с различными какими-то эмоциональными нарушениями. Это может быть как снижение настроения, так и проявление импульсивности, агрессии, различной раздражительности, нарушение сна и так далее и тому подобное. Также это может служить явлениями нарушения в поведении. Это может быть часто пропуски занятий, какие-то различные стили поведения, которые ведут к определенным каким-то негативным последствиям на здоровье ребенка. Это употребление табака, употребление алкоголя, наркотиков. Чаще всего причиной становятся конфликты в семье и давление на ребенка. Юлия Масерова четыре месяца работает в Явлинской районной больнице. Подростковый терапевт успела столкнуться с пациентом, который находится в кризисной ситуации. Настроение, эмоциональный фон, как он вообще себя преподносит для нас, как он заходит к нам в кабинет, здоровается, вообще как он выглядит, начиная внешне эмоциональный настрой его и дальше уже глубже погружаться в проблему. Многим врачам сегодня нужно бороться с предубеждениями по отношению к пациентам, склонным к суициду, говорят специалисты из Южной столицы. К слову, такие занятия они будут проводить в Петропавловске в течение недели. И это лишь первый этап семинара, который подготовили эксперты Республиканского центра психиатрии. Всего их три. Они включают в себя не только теорию, но и практику. По программе мы будем работать с детьми школьного возраста, это 8-10 классы и студенты колледжей, первые курсы. Здесь будет простраиваться работа по следующим направлениям. Помимо выявления, то есть тестирования детей и выявления группы риска, с ними будут проводиться определенные занятия, которые будут повышать уровень их знаний по вопросам психического здоровья. Такие тренинги – результат внедрения программы превенции суицидов среди несовершеннолетних. Она разработана международными экспертами ЮНИСЕФ и специалистами Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии. Обучение проходит 46 врачей области. По окончании занятий слушатели получат сертификаты. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, Новости МТРК. Кочевники бьют скакунов. В первом матче столичный намат на своей ледовой арене обыграл Кулагер со счетом 2-0. Это второе поражение сине-белых с сухим счетом в сезоне. Завтра у наших спортсменов есть возможность взять реванш. Сейчас североказахстанцы на восьмом месте в турнирной таблице, они набрали 28 очков. Напомню, 23 и 24 ноября Кулагер проведет домашние встречи во дворце спорта Александра Винокурова. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам рассказать. Смотрите наши следующие информационные выпуски, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – обувь ЮНИЧЕЛ О погоде на среду 16 ноября. Днем пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 24, минус 26, днем 18-20 градусов ниже нуля. Три причины выбрать обувь ЮНИЧЕЛ на этот сезон. Первое – натуральная кожа. Второе – удобная колодка. Устойчивый каблук – это три. Поэтому я выбираю ЮНИЧЕЛ. Кожаную обувь по доступной цене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова